всем привет меня зовут айрат и вы на канале пора смотреть обзор игрушек и сегодня у нас на обзоре будет умная трасса от hot wheels и прежде чем мы начнем хочу сказать спасибо магазину toy.ru за предоставленную игрушку на обзор в описании вы найдете ссылку на нее и также промокод на скидку пять процентов также не забудьте подписаться на канал поставить лайк и написать что-нибудь в комментариях давайте посмотрим что же у нас внутри открываем нашу коробочку очень красиво сделанная коробка внутри у нас две машинки два пульта для них инструкции и также внутри у нас есть элементы для трассы для того чтобы собрать нашу гигантскую дорогу для гонок для управления нашей игрушкой нам нужен пульт включаем его и также включаем машинку у нас есть три режим игры первый это режим радиоуправления в этом режиме у наша машинка будет просто ездить как обычная машинка на радиоуправлении на любой ровной поверхности второй режим это режим тренировки в этом режиме мы просто будем учиться ездить нашими машинками и третий режим самый интересный это режим чемпионата его сейчас мы протестируем здесь у нас есть три уровня сложности переключаются они нажатием на вот эту кнопку всего у нас три уровня чем сложнее уровня сложности тем больше скоростей будет у нашей машинке т.д. тем сильнее его можно разгонять тем больше возможных препятствий которые мы можем использовать к машинкам наших соперников и соответственно тем адекватнее наша машинка будет реагировать на трассу то есть если на уровне новичок наша машинка очень маловероятно что вылетят с трассы. Тогда как на уровне эксперт можно, в принципе, и вылететь, и выбыть из гонки. И эта кнопка у нас активирует режим автоматического вождения, то есть если игрок будет только один, соответственно, второй машинкой будет управлять искусственный интеллект. С обратной стороны, если посмотрим, у нас вот эта кнопка дает газ, эта кнопка активирует препятствия, ну точнее даже не кнопка, а триггер, рычаг. И эта штука отвечает за лево-вправо. Давайте рассмотрим наши машинки поближе. Здесь у них с нижней стороны, если вы посмотрите, есть датчики снизу и сверху. Эти датчики нужны для того, чтобы наши машинки считывали трассу, вот эти вот всякие элементы разметки на дороге, на которые, соответственно, эта машинка будет реагировать. То есть она понимает, когда она проезжает круг, она понимает, где повороты, где нужно поворачивать. Сами машинки сделаны очень классно. Это у нас такая новая серия уличной гонки. То есть машинки сделаны под такой стрит-рейсинг в стиле Need for Speed или фильмов с Вином Дизелем. У машинок полностью резиновые колеса, то есть машинки очень хорошо цепляются за трассу. Кстати, сама трасса, она такая тоже матовая, по ней машинки скользить не будут. У машинок также можно снимать диски и ставить их на другие машинки, то есть можно собрать свою уникальную машинку. Если мы рассмотрим машинки со всех сторон, то выполнены они действительно очень красиво как внешне, так и качественно с точки зрения тех материалов, из которых они сделаны. Вот у нас желтая машинка и красная машинка. Посмотрите эту агрессивную морду этого автомобиля. Чем-то похоже на Феррари. Обратите внимание, наши машинки стоят на старте. Есть 4 локации для них, то есть 2 у нас уже заняты. Также 2 можно докупить отдельно и поставить их также назад. То есть в чемпионате может участвовать максимум 4 автомобиля. Давайте сконнектим наш пульт с нашей машинкой. Окунись в атмосферу захватывающей конки с Hot Wheels AI. Ты готов? Погнали! Автомобиль и консоль соединены. Выберите режим гонки. Давайте выберем режим ручного управления и посмотрим, как наша машинка будет коннектиться с пультом. Вот такой вот классный звук мотора машинка будет издавать. Соответственно, от движения вперед-назад тоже у нее будет меняться звук. Итак, мы готовы начать чемпионат. Я играю за красную машинку. Желтой машинкой будет управлять соперник, искусственный интеллект, компьютер. На уровне эксперт у нас будут доступны 4 препятствия. То есть дергая рычажок, соответственно, мы сможем сопернику прокалывать колеса, глушить его двигатель, делать так, чтобы он ошибался в передачах и разливать перед ним масло, чтобы его машинка разворачивала. Также в этом режиме нужно очень аккуратно нажимать на педаль газа, потому что стоит чуть-чуть ее передавить, и наша машинка вылетает прямиком в кювет. Погнали! Три, два, один, поехали! Итак, он меня уверенно обгоняет на петле его. Так, я уперся ему прямо за зад. Давайте попробуем использовать при него, а против него сейчас какое-нибудь препятствие. Ну-ка, пиу! Что с ним происходит? Да, он тормозит, и я его обгоню. Нет! Перестарался и вылетел с трассы сам. Немножко читерства, и наша машинка возвращается на трассу. Мы очень сильно отстаем от соперника, нужно поднажать. Так, с педалью газа нужно быть аккуратнее. Давайте подождем, чтобы схватка была поинтереснее, и сделаем вид, что я его обгоняю. Хотя по кругам, конечно, он впереди. Ну-ка, препятствие ему... Так, я понял, напрямую нужно нажимать газ сильнее, на поворотах помедленнее. Ох, видите, разлили масло, мою машинку заносит. Я надеюсь, вы это увидели, потому что выглядело это действительно захватывающе. Так, так. Гонка ожесточенная. Кстати, если у вас закончились препятствия, а на гонку их дается всего три, нужно заехать вот отсюда, вот через пидстоп. Так, еще чуть-чуть, и он меня уже обгонит. Ребята, все-таки уровень эксперт... Да, игра закончилась, видите, он сказал, что игрок один занял второе место, игрок два занял первое место. Уровень эксперт оказался для меня слишком сложным, поэтому я решил попробовать на уровне новичок. Здесь, видите, у нас нет никаких препятствий, никаких проколов колес. Вот я сейчас жму скорость на максимум, но машинки едут довольно медленно. То есть, этот режим у нас подойдет для того, чтобы учиться ездить. Видите, я тут могу как-то его попробовать объехать. Так, так, оп. Объезжая по большому кругу не лучше, по-моему, на решение. Но, тем не менее, как-то получается. То есть, этот режим как раз подойдет, когда вы только-только купили игрушку и учитесь ездить. Уровень эксперт же подойдет, когда вы уже наловчились и играете более профессионально. Вот я сейчас, видите, перестарался, перекрутил, у меня машинка ушла на второй круг. Ну, а если перейти в ручное управление, то, видите, я могу полностью хитрить и ездить уже в режиме ручного управления. Оп, и вот так вот хитро мы его обгоняем. Нечестно, но что поделать. Так же можно устраивать дрифт. Здесь, наверное, на такой скорости дрифт выглядит не очень. Ну, и когда мы с вами проезжаем все намеченные количества кругов, то есть, когда у нас игра заканчивается, когда мы проезжаем нужное количество кругов, наш пульт нам сообщает лучший результат, кто приехал первым, кто приехал вторым, кто является победителем, и также лучшее время каждого из игроков. Вот такая вот игрушка у нас сегодня была на обзоре. Умная трасса Hot Wheels позволяет устраивать классные гоночные соревнования между несколькими игроками. Гонки будут порой даже интереснее, чем в компьютерных играх. Самое главное, все это происходит в реальности, прямо на ваших глазах и управляется прямо вами. Можно удлинять трассы, можно ставить всякие препятствия, то есть, сделать свою игру гораздо более интересной и увлекательной. Если вам понравилось это видео, поставьте лайк, подпишитесь на канал. Ну а с вами был Айрат. Всем пока!